Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Рисковать жизнью заслуженному летчику-испытателю не разрешили Для уточнения характера объектов были направлены военные пилоты Начали истребители сначала поднимать Категорический запрет на применение огня Ни в коем случае через объект нельзя проходить Вот рядышком только можете крутиться Бомберы над нами ходили хихикали Говорят, скоро истребители всех в сумасшедший дом увезут Потом и их подняли с фотоаппаратуры Увиденное поразило экипажи бомбардировщиков За ней все гонялись за этой тарелкой Сфотографировали все Облако очень контрастное облако Прям как будто нарисовано вот так И три вихревых жгута из него идет Но то, что этот объект вел совершенно осмысленно себя Не то, что это какое-то природное явление Это однозначно После интенсивных облетов самолетами Летающая тарелка стремительно исчезла Вся собранная информация была засекречена На протяжении многих веков Небесные тайны интересовали человечество Одной из самых больших загадок Остается существование НЛО Или неопознанных летающих объектов Например, ученые-уфологи до сих пор Не могут объяснить происхождение наскальных рисунков Космических кораблей И пришельцев, обнаруженных 10 тысяч лет назад В пустыне Сахара и на острове Пасхи В нашем фильме мы впервые расскажем Не о мифических небесных объектах А о реальных летающих тарелках Дискообразных аппаратах Которые могут обеспечить Революционный технологический прорыв И надежную безопасность России Боевые НЛО К 45-му году в Германии был накоплен большой опыт По созданию новых и по тем временам Нетрадиционных видов оружия Особенно крупных успехов Ее конструкторы добились в области Ракетостроения и авиации Но массовые бомбардировки Англо-американской авиации Привели Люфтваффе к большим потерям Самолетов и аэродромов Немцы стали остро нуждаться в аппаратах Нетребовательных к местам базировок Не уступающих по скорости И дальности самолетам противника И превосходивших их маневренность Наиболее всего Этим качеством отвечала дисковая форма Которая давала Минимальное аэродинамическое сопротивление Высокую подъемную силу И устойчивый полет При любых углах атаки Германские специалисты понимали Что Летательные аппараты Традиционные схемы На том этапе развития технологии Они имели Ну свои как плюсы, так и минусы И они за счет Крыла все-таки Не могли использовать В полном мере эффект Подъемной силы От фюзеляжа Большие надежды Руководство Третьего Рейха Связывало с летающими тарелками Которые могли применять Ударное оружие История создания Немецкими конструкторами Подобных аппаратов Легла в основу Российского художественного сериала Разведчики Последний бой Поздравляю вас Большое спасибо Господин полковник Я незамедлительно сообщу начальнику генштаба Об успешном завершении испытаний С таким оружием мы непобедимы В мае 45-го Германия капитулировала Поэтому создание Боевых летающих тарелок Не завершилось Опытные образцы Собранные в металле Были уничтожены По приказу Фельдмаршала Кейтеля Либо не уцелели В ходе боя Но часть документации По этой тематике Сохранилась Был накоплен Очень большой все-таки Задел Который в основном Достался После окончания войны Достался Американцам Поиск немецких документов О дисколетах И ценностей Вывезенных за пределы Рейха Привел американцев К секретным базам Гитлера В южном полушарии Земли В январе 1947 года К берегам Антарктиды Прибыла мощная Американская Военно-морская экспедиция Она получила название Хайджамп Или высокий прыжок И включала 13 боевых кораблей С авианосцем И пятью тысячами военнослужащих Командовал соединением Известный арктический исследователь Адмирал Ричард Берт Но неожиданно После двух месяцев работы Экспедиция Рассчитанная на полгода Спешно свернулась И покинула Шестой материк По возвращении на родину Берт дал Сенсационные показания Следственной комиссии Конгресса США Как пишут историки Адмирал заявил Что был атакован Странными летающими тарелками Которые с огромной скоростью Выныривали из-под воды В результате Они нанесли экспедиции Значительный урон Был потерян Эсминец Мердок Почти половина палубной авиации И десятки матросов и офицеров Установить Чьи это были тарелки Не удалось Так как все материалы Расследования Были срочно засекречены Известно лишь то Что Ричард Берт Потом лечился В психиатрической больнице 22 апреля 1947 года США 60 стратегических Бомбардировщиков Б-29 Условно сбросили Атомные бомбы На 8 крупных городов В том числе Талос и Лос-Анджелес Выводы командования Легли в основу Первого плана войны Против СССР Под названием Бройлер Согласно нему После атомных бомбардировок Мобильные армейские части Должны были оккупировать 24 самых больших Советских городов Военные приготовления За океаном Вызывали Справедливые протесты Трудящиеся Москвы Все советские люди Возмущены На митинге Коллектива Электролампового завода Начальник цеха Варвара Даниловна Сыркова Сказала Мы требуем Запретить Атомное оружие Еще теснее Сплотимся вокруг Знаменосца мира Великого Сталина Для воздушной поддержки Американских Экспедиционных сил Требовались Высокоманевренные Летательные аппараты В том же году Командование ВВС И сухопутных войск США Заключило договор С канадской Авиастроительной фирмой На создание Дисколета Аврокар Аппарат Конструктора Джона Фроста По форме Напоминал НЛО Были выполнены Очень серьезные Проработки Было Сделано Несколько Таких Очень интересных Моделей Такой Нестандартной Формы Нестандартных Решений Которые Напоминали В том числе В нашем понимании Летающие тарелки Трехтонный Аврокар Отрывался От земли На воздушной Подушке И достигал Требуемой высоты С помощью Трех Турбореактивных Двигателей Выхлопные Газы Раскручивали Ротор турбины И нагнетаемый Воздух Поступал В кольцевое Сокло Затем Изменяя Вектор тяги Дисколет Разгонялся До скорости 400 км в час Когда его Создание Было в самом разгаре Пентагон Решил сделать Следующий шаг Строго конфиденциально 1 октября 1951 года Вашингтон Министру обороны США Роберту Лаветт Редактор субтитров А.Семкин